Данное интервью сделано в рамках исследования случаев контактов человека с внеземным разумом. При этом всю ответственность за ложное информирование несет на себе интервьюируемый. Авторы данного видео могут не разделять точку зрения участника интервью. Есть опыт, который я считаю очень важным и существенным для меня и для Даниэля. Он также будет интересен для людей, с которыми я хочу этим поделиться. Я разговаривал кое с кем по интернету, ее зовут Глоссия, она была моим первым фасилитатором в 1995 году. В процессе разговора звучали уточнения, что Глоссия снова должна быть с нами. После этого общения, спустя несколько дней, я позвонил Даниэлю, чтобы поговорить об этом. Интересно, что я был тогда на заднем дворе своего дома, а Даниэль, во дворе своего дома. И мы обсуждали тему участия Глоссии в проекте, потому что в прошлом у нее было очень много опыта. И в тот самый момент, когда мы говорили по телефону, появился космический корабль круглой формы и засветился очень ярко, направив луч света на Землю. Даже сквозь этот яркий свет, мы могли увидеть контуры корабля. И когда мы говорили о Глоссии, я сказал, Даниэль, я вижу корабль надо мной. А Даниэль ответил, Ронан, я вижу то же самое прямо сейчас. Даниэль живет в другом городе этого же штата Минас, Жерайс, но далеко от меня. И когда мы говорили о Глоссии, корабль стал маневрировать в небе для Даниэля и меня в одно и то же время, выполняя одинаковые движения одновременно в совершенно удаленных друг от друга местах. Корабль увеличил луч света. И каждый раз, когда мы говорили об участии Глоссии в группах, свет увеличивал свою интенсивность. Когда мы закончили разговор и решили попросить Глоссию присоединиться к нам, космический корабль снова увеличил яркость света и после этого полностью исчез. Это один из опытов, которым я хотел бы поделиться с вами. Это когда два человека были свидетелями одного и того же феномена в небе. Два города расположены в 350 километров друг от друга. Я считаю, что это были два корабля, но невероятным образом они совершали в небе одинаковые маневры в одно и то же время. И другой опыт, которым я хотел бы поделиться, это первый опыт, который я получил, присоединившись к проекту Сунезис, тогда у него было другое название. Поскольку я вступил в него еще в 1979 году, и я увидел в небе корабль, который мы называем кораблем, лабораторий. Это наблюдение было связано с моим первым телепатическим общением. В то время я посещал курс «Бизнес и администрирование» в колледже. Тем вечером я собирался в колледже, и инопланетяне послали мне сообщения путем телепатии в мой ум, говоря, «Не иди». Я стал спрашивать, «Кто это? Кто?» Потом осматриваться вокруг в попытке заметить кого-либо, но никого не увидел. И это существо продолжало говорить, «Это я, Ронан, твой гид». Я спросил его, «Что я должен делать?» На что он ответил, «Сделай то, что ты любишь больше всего, пойди на самый верх своего дома». Я пошел туда. У меня было особое место на крыше дома, где я часто лежал и наблюдал за небом. И я лег туда. Он сказал, «Обрати внимание, придут два огонька с севера на юг». После этого сообщения я увидел в небе два огонька, летящих надо мной. Я спросил его ментально, «Что это?» «Это два корабля». Он ответил, «Нет, Ронан, корабль один, он огромный». В этот момент, два огня стали увеличивать яркость. Я заметил изогнутую форму корабля, он был похож на банан или бумеран. Он был серого металлического цвета. Это было вечером, но свет огней дал мне понять, что это несомненно был металл. Я попросил их подтвердить полученный опыт наблюдения, с помощью маневра или движения. Корабль сделал четыре случайных движения. Движения были прямые, но в различных направлениях, показывает рукой. В этот момент от корабля отделилась Канепа и полетела к месту, где я стоял. Это Канепа облетела меня вокруг и сверху надо мной на высоте трех метров. Канепа сделала четыре оборота вокруг меня, а корабль начал развивать поразительную скорость и улетел, оставив за собой след. Канепа улетела в этом же направлении с очень большой скоростью. И только единственная информация после этого. Поделись этим опытом с группой. Это было для меня очень важно, невероятно. Этот корабль имел форму банана, и тип этого корабля имел два луча света, но я не мог видеть верх корабля, потому что находился под ним. Мы называем это корабль, лаборатория. Да, он может устанавливать зендру, и всегда присутствует на полевых практиках. Сергей, люди вчера видели зендру, Паулы и другие. Когда мы открывали купол для действий на полевой практике, это, конечно, является одним из видов зендры, и в этом пространстве может случиться много вещей. Но всего существует четыре вида зендры. Зендра, это межпространственный портал. Например, ближайшая звезда к нам, это Центурион, но другая звезда очень далека отсюда, на расстоянии 4,3 световых года. Это Апу, где находятся Гада. В 2020 году фасилитаторы встречались в горах Итачия. Место, где мы были, называется будущий остров, остров будущего. Это отель. Отель с этим названием расположен в 16 километрах от места, где в прошлом Вероника и другие участники Сунезиса имели опыт контакта с гидами. Этот опыт описан в книге «Сеятели жизни». Во время связи с гидами инопланетянка Шанша, или Санса, попросила нас снять вершину горы. В 15 часов я сел, чтобы начать с другими фасилитаторами, процесс коммуникации с гидами. Я начал снимать вершину горы. Было очень туманно в тот день, но в какой-то момент над горой появился луч света, который образовал полукруг, полусферу. Он был желто, золотистого цвета, очень, очень яркого. Информация, которую мы получили в процессе общения, была о том, что это Зендра номер 4. Она необходима для движения космического корабля и для объектов, которые, например, крупнее человека. Мое ощущение, что этот купол был по размеру примерно как два или три футбольных стадиона, очень огромный. И ночью мы снова увидели тот же купол над горами, это было во время практики самоконтроля. Но по какой причине гиды присутствуют здесь? У нас тесная связь с ними. Это продолжается с давних пор, и они здесь с нами, чтобы направлять нас в процессе эволюции как человеческих существ. Разными способами. Как мы живем, как заботимся о нашей планете, и из, за важности, которую мы представляем в том числе и для них. Что они хотят, дать нам другой взгляд на лучшую жизнь. Вот почему наш слоган для лучшей жизни. Потому что мы принадлежим к системе, которая использует нас каждый день, и эта ситуация не позволяет нам жить по-настоящему. Являются ли они спасителями планеты или человечества? Нет. Они здесь, чтобы показать нам другой путь жить лучше. Они просто хотят иметь отношения с нами, и как однажды сказала Вероника, показав нам рисунок в качестве образца, инопланетяне хорошо проводят время с мороженым и людьми, и она сказала. Вот что они хотят от нас, человеческих существ, они хотят жить вместе с нами. И это невозможно. Без чего? Без нашего настоящего внутреннего изменения. Без нашего понимания, что такое жизнь, потому что люди безответственны, иногда опасны. Человеческие существа часто подвергают жизнь риску. И что они хотят показать нам, это способ все делать иначе, и превратить Землю в лучшее место для жизни. Станут ли они исправлять все, что не в порядке на нашей планете? Нет. Они хотят указать нам на весь наш беспорядок. Только мы сами сможем это исправить, когда мы начнем понимать друг друга как человеческие существа. Вот почему у нас есть высказывание «Найдите друг друга, и мы найдем вас». Без drank! Спасибо. Без кас Rohевской жизни. Имя есть мысль. Без調ажный cognиз muerte. Ведь у нас есть мысль. Без也可以. По-насуżej. Спасибо. Без szyбы. Если у них есть ухода, быстро гарнта на пути иawn. Продолжение следует...